бара смещается в центр и вот толчок который тоже вызвал споры только мяч у броков ребята прыгают и ложатся костями под каждый удар ты снова выигрывает арикян и арикян убегает от бары и нарушения и большое количество вопросов вызвало судит в одну сторону подбегает край за ну в лицо вот с этим с таким же бешеным всем привет друзья меня все также зовут герман и классику и после нашего последнего поражения от на спорте было принято решение собраться всей команды но без тренерского штаба чисто игроками без камер и обсудить с ребятами кто чем недоволен обсудить почему последнее время наши комментарии пестрят и темы о том что мы все больше стали похожими на обычную команду кфк но никак не нашел команду и конечно же никого из нашего состава это не устраивает мы обсуждали выясняли что нам нужно поменять самое главное в какой момент все пошло не так как мы хотели бы поняли что где-то после матча удачного с динамо у нас началась черная полоса и собственно всеми играми после мы были недовольны не результатом даже а конкретно тем как выглядел футбол и главная задача на контрольную игру против брак бойс вернуть статус шоу команды показать то что мы умеем играть в красивый футбол и наконец-то показать то во что мы играем на тренировках потому что я знаю что каждый игрок амкала это настоящий шоумен на кроме некий твецелев на кроме некий твецелев на кроме нигде сейчас такие башни там они вообще какие-то не выводились какие-то 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 там нам как везде ой французской о привет орбей португаривши испанец с прошедшим днем рождения имен тебе дай давай вот эту вот эту вот вот это мои у меня ещё башня у меня новые просто есть ещё А дальше вы уже вынимаете, девчонки. И далее я обращаюсь к каждому зрителю и к каждому болельщику Амкала. Если вам действительно понравится сегодняшний ролик, понравится то, как и что мы действовали на поле, то обязательно дайте нам об этом знать, поставив палец вверх. Набирается более 50 тысяч лайков, и наши ребята точно почувствуют, что они встали на правильный путь, и они начинают радовать вас снова, так же, как и делали это раньше. Здорово! Я увидел, что он сейчас не ебал. Была пациента в душе, где я просто стою вот так вот под водой, она вот так вот по мне льется, вкусная музыка играет какая-то. Час там. Ты все равно не нужна. Давай, у тебя какой? У тебя левый, правый? У меня правый. Блядь, дай мне хотя бы левый, я на право ставлю. Из вас забирайте. Все уж там. Вам надо что-то поставить, чтобы его вот так вот. Представь мужику отрезать яйца. Давай, врачеварку. Хорошо. Никто не запрещает вам показывать какие-то элементы шоу. Но это опять же все хорошо, когда делается вовремя. Когда счет позволяет это делать? Я говорю, что когда будет счет 3-4-0, вы сами, даже будете это не понимать, вы сами будете это делать, и у вас все будет проходить. Мы одна команда, одна команда. Нам надо вот эту уверенность, еще раз говорю, возвращать. Саня Маминка в воротах, два центральных защитника Бара и Олег Дрожук, справа Филла Ронин, слева Левшук, в середине тройка центральных Андрея Севскана, Ваня Бизес и Герман, справа Ваня Млечный, слева Форза и впереди Леша Гасилин. В таком стартовом составе мы начинаем игру. Михалыч, не открывай Телеграм. Вроде нормально к нему относишься, но чего вот до конца Бара, ну оставь ты Бару, нет, надо на Блата поменять обратно. Что вы там, слагаете дисциплину в команде? Маловнуки, то влияние. Как, ты что, за славу не окончаешь, а? Просто за один день, Михалыч, уже другой человек совсем, а он куда-то метит, я думаю. Секунду, внимание, буквально. Если Дима и Егоров кому-то обращают за интервью или еще за какой-то темой, отказываем, пожалуйста. Потому что сейчас только что Димон отказал чужу в том, чтоб чуж повесил на него микрофон. А вчера сказал, что да, блин. Мне кажется, справедливо, абсолютно, если мы будем оплатить. Блядь, вот это команда, ебаный рот. Пизда, я так бегу теперь быстро! Я такой быстрый! Я очень быстрый теперь! Ты видел? Да, я так, а не с розами, да, что вы пришли? Да, я так, а не с розами, да, что вы пришли? Ну что, Кирюх, наконец-то это должно попасть в эфир, то, что мы раздаем значки во время матча, ребята. И просто так приходите, посмотрите, что-то закончили. Ооо! Он же есть первый, но ему легко было, ему было легко. Трофей самый верх. Кто надо? Ооо! 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 Оооо! Оооо! Ооо! 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 Ну что, ребятки, надо вернуть еще раз свою уверенность. Желаю вам хорошей игры! И наши общие победы! Пошли! Ооо! 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 Мужики, ну ты вообще, да? Нахуй разговоры, нужно в футбол играть. Хватит разговаривать. Че, может в центрополе что-нибудь придумаем? Длинную? Давай пас Олегу, он ставит Барри, и Барри делает длинную. В левый угол. Примерно туда, в левый. Мы все бежим туда. Я в ситуации не участвую. Да, мы сразу поднимемся. Да. Да. Погнали. Готовы? Куда? Куда погнал? Давай заряжай, блядь, заряжай, блядь, дядя. Мэмкал! Оооо! 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 Погнали! Не забывайте, что больше других Амкал поддерживает наш легальный партнер Paribet. На их сайте вы всегда найдете огромный выбор спортивных событий, футбол, баскетбол, волейбол, киберспорт. Все, что вам понравится. А самое главное, что каждого новичка на Paribet ждет фрибет на 1000 рублей. Где что искать вы прекрасно знаете и помните, что регистрируйтесь по нашим ссылкам, вы поддерживаете Амкал. Ребята, канал Герман или Классика и триумфальное возвращение на этот канал Сергея Шуенова! Ты думал, я про себя так скажу? Нет, нет, Серега Шаюн! Друзья, я опять временно заменяю голос Германа Громова, который, к сожалению, не может сегодня прокомментировать. Но вернулся в Russian Federation несравненный, великолепный, фантастический Артем Нечаев. И прежде, чем мы перейдем к стартовым составам, я хотел бы сказать ребятам о том, что как только на наш телеграм-канал El Classica Band подпишется 100 тысяч подписчиков, мы выкатим регламент МКС. Как только на канале, телеграм-канале Нечаев ПС 30 тысяч подписчиков, я попрошу Германа удалить регламент МКС с своего телеграм-канала. Поэтому, друзья, ссылки на наши телеграм-каналы в описании, обязательно подписывайтесь, нам будет безумно приятно, а вы будете следить за всеми новостями мира. Не для футбола. Я сразу хочу уточнить, стартовый свисток, и мы решили показывать шоу с порога. Помните великий розыгрыш в Нью-Йорк, за который играл Thierry Henry, где сразу с центра поля команда бежит в атаку практически в полном составе. Обычно так не происходит в футболе? Нет, обычно так не происходит. Еще пара! Длинные передачи отправляют нас в атаку, и тут же в большинстве мы оказываемся на левом фланге, и подбор заканчивается тем, что Бухар начинает возить. Шайнов не точная передача, празднует Сибскана, подпрыгнув в мяе, в мяче, естественно, подпрыгнув, выиграв второй этаж. Сеня Левшук, кстати, будет очень активен на левом фланге, поэтому обязательно смотрите, как он все пропахивает. Бизекс пытается понять, что это трава искусственная, и пахать это невозможно. А вот передача на Форзяра, и Форзяр может простреливать. Пенальти падай! Дурень, блядь! Чего не упал? Шайнов парит на Форзяр. Это вообще, блядь, топ. Отличная, кстати, передача на Форзяра. Форзяр очень прикольно врывался в свободную зону. Барретт выбрасывается, пытается помешать полузащитнику ударить по мячу, и ударил полузащитника. Ударил полузащитника, назначается штрафной удар. Смотри, вратарь сразу уйдет! Вратарь идет! Что за шоу-матч, блядь, начался, как стендэ, блядь! Нихуя тебе! А ты так не можешь, блядь! Посмотри, как мы выстроили стенку, и как Гермональклассика решил лечь под эту стенку. А посмотри, что вратарь пробил штрафной. Да! Это же очень круто! Блин, а человек жалко, нет кадра. Вот Шайнов уже идет недоволенный. На самом деле, они чуть не подрались с вратарем, потому что Шайнов начал говорить, что ты делаешь ерунду какую-то. Он говорит, да я пробью! И все такое. И там вообще был конфликт. Смотри, у Броку высокий прессинг. Дрожжука тут бедного смутили, и он упал. И сразу прессинг сработал, передача на Давыдова, который стал капитаном в этом матче, и удар выше ворот. Капитаном был Давыдов, но Эрик Яну на матче, и он выйдет еще. Или капитаном. И снова передача прекрасная Форзяра. Форзяр пяточкой оставляет на Гасилину. Гасилин на замах. Тут столкнулся, к сожалению, с Александром Андреевым, который не пустил, хотя вот сквозь него передача прошла, но тут уже он не позволил Гасилину. Здорово! Здорово! Форзе и Гасилин! Гасилин! Удар! Удар! Блядь, ну как не пустил! Просто здорово, просто блядь! Да, впервые в жизни. Эх, как же мы финтили в этом чудесном матче. Все пяточки, хуяточки. Даже я отдал пятку на Гасилина. Ну, тут понятно, это очевидная питерская связка, лучшая в мире. Как Ршавин и Киржаков в лучшие годы. Когда-нибудь мы с Лехой еще отпразднуем чей-то гол из нас. Надеюсь, что это будет мой гол. Лет через десять. Знаете, таким одним колесом. Вот, он возьмет меня за ноги или я возьму его за ноги. Это будет похоже на позу из Камасутры. На самом деле она будет олицетворять исключительную дружбу. Блин, вроде не так много народу пришло, но там нормально громко слышно. Но стоит отметить, что левый фланг в начале матча у Амкала работает действительно круто, действительно красиво. И несмотря на то, что матч начался без супер каких-то голевых моментов, но все равно они появляются. Подходы, по крайней мере, эти. Хорошие! Здорово, здорово! Левый фланг не индивидуально. Вот за Левшуком, который сейчас получил мяч, но и Гасилин, и Фарзяр очень активны. И сейчас Гасилин получает передачу прекрасную. И я, когда увидел на бровке этот момент, подумал, что все, ну отыгран вратарь, тут уже ничего не остается. Ну обводил, убежал уже от вратаря, и как-то последним касанием... Ну он прям прыгнул, прям он летел за Гасилиным, и реально у него руки-крюки какие-то, которые зацепили мяч. Ну, отличная игра от вратаря. Успай! Это гол! Это гол! Ну ты забиваешь такие! Успай! Успай! Это гол! Это гол! Ну ты забиваешь такие! Успай! Уже не тот, бля, уже не тот. С моей стороны, я делал все правильно. Я был на скорости, хотел обыграть вратаря. Это нормальный технический элемент. И вы можете сказать, такой момент, как не забить. Но почему сразу говорить то, что я плохо сыграл? В том моменте, я считаю, что прекрасно сыграл вратарь. Поэтому понятно, что всегда, если бы я забивал каждый момент, я бы, наверное, играл в мадридском реале, например. Звездный десант, брат, ничего страшного. Продолжается небольшая голевая засуха от Леши. И, действительно, многие его хейтили после матча с Наспорте за то, что не удалось ему там отличиться. Говорили, что, а, ну все, сдулся ваш Алексей Гасилин. И, конечно же, ему очень хотелось бы выстроить лучше эту игру, чем прошлую. Бухар Абакрал, Абакрал. Ну, опять же, смотри. Да, причем его встретил, во-первых, тут бизок скрутился. Тут улыбка. Две марсельских рулетки. Хорош, Ваня! Хорош, Ваня! Еще, быстрее! Ух, Ребза, вы бы знали, как долго я жду игру, на которой, наконец-то, можно было бы себя немножко отпустить, дать себе воле и поделать немного трюков. И в этой игре у меня даже вроде как получилось несколько. Я очень рад, я очень соскучился по красивой игре. И где можно поделать трюки без опасения за свое здоровье. Потому что последние игры у нас очень серьезные. Там бешеные скорости, бешеный прессинг. Вот. Грубая игра. Или жесткая игра, вот так, наверное, скажем. Ну, местами и грубая, если честно. Поэтому я очень рад этому матчу. И наконец-то я немножечко хоть разгрузился от этого гнета профессионального футбола. Я полез, короче, к фанатам! Давай, давай, вол! 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 Снова на левом фланге опять активничает Сеня Левшук и Бизекс. Который опять разворачивает красиво рулеткой. Это уже третья подряд рулетка. И давайте посмотрим на то, как Сеня Левшук будет прорываться. Сделал радугу под брос сам себе, пусть и не через голову. Но, тем не менее, мяч все-таки сохранил для Амкала. Да, что-то такая мини-маленькая радуга получилась. Хотя, в целом, он мог отдавать на Форзяра. А Форзяр опять классно открывался в свободную зону. И противостояние Форзяр против Александра Андреева мы могли увидеть. Но тут Левшук, мне кажется, завозился. Вот это сожрали. После игры в Санфорте я хотел доказать, что все-таки моя форма МКС должна возвращаться. Брал игру на себя в первом тайме, брал игру на себя. Пытался обыгрывать, обострял. Радуга была гениальная просто. Она никого не перелетела вообще. Но я пытался сделать лименшол, как Василина с Германом. По-моему, получилось прикольно. Бля, как тебе игра? Бля, это пена, рэп, бля. Нормально? Не знаю. Мы с рэпом больше другая. Все, он теперь наш друг. Слушай, ну нормально. Есть парочка хороших забеганий. Был очень классный момент у Лехика, сильный. Я был уже уверен, что все, он сейчас закатит. Но какие-то руки крюки прямо из клея созданные в урторе. Очень хорошо спасут. Бар смещается в центр. Бортанули Бару, ну это супер. Высточайшего вообще, бля. Бару, ну долго реально. Почему? Прямо чего не хватает? Все хватает. Забитого голова. Один. Забить один спокойно. И все, и можно крутить твертик. И так получается. В игре-то вообще вопросов нет. Мяч контролируем. Если бы меня так снесли, я бы попросил еще раз. Мне кажется, он уверен. В свободном полете был несколько секунд в этот момент. Но вот что иного теперь в ответ. Ну, Млечный – это такой срыв атаки небольшой. Тут не сильно. Тут просто рукой. Меня ранен. Все нормально. Больше не надо. Я пойду решить. Товарищи президенты, сейчас отключетесь и все. Колы полетят. Вася, Вася, успокойся. Не слышу. Успокойся, Вася. Сборно. Пока мы сейчас фунтлиной щас обьем. Очень тихо. Очень тихо. А Швова позовем? Взял специально веревкуку. Б ATQS MAXNA perceoe себе. на Бизакса. Бизакс в этот момент очень громко заключал, блядь. Давай, давай, ничего, ничего. Есть, есть, есть. Брат, ты вообще где-то не там ходишь, снимаешь что-то. Мы уже за 10 минут, я просто на поле не хочу выходить. Мне так смешно. Смотри, как борются Филипп и Млечный. Наконец-то мяч оказался на их фланге. И вот эта потеря может привести к опасному моменту. Анкала Гасилин с мячом убегает от Шуенова. Ищет, ищет возможность, кому сделать передачу. Фарзяру! Он хотел сделать передачу, явно на дальнюю штангу. не получилось. Извиняется перед Воронином и Млечным. Все, тогда никаких проблем. 100% абсолютно. Вот она, давай на ошибочке! Ай, афсайд, 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 афсайд смотри! Ну же, давай, Фарза, гуляй! Контратака от Броуков и уже на левом фланге прорываются против Олега Дружука, а Олег так просто не готов. Не готов отпускать. Момент, Бара не может... Кто не хочет бить по этому мячу? Не может справиться с мячом Бара, но тут подхват-подхват. Вторая атака от Броуков. Олег уже отбивается. Как будто бы никто не хотел касаться до этого мяча, и в итоге Бизаксу пришлось разряжать обстановку. Ой-ой-ой-ой! Ну вы что делаете, что-то в штрафной? Что делать? Это шоу! Рокки постепенно подходят к воротам Амакала, но каких-то суперопасных моментов еще не было, но работает и прессинг срабатывает. Фил Воронин против Бухара. Сохраняет мяч, разбирается с круглым другом, и неожиданно все заканчивается такими несколькими перехватами подряд. Яна Бизакса, Бизакса Сибыча, и вот толчок, который тоже вызвал споры. Шаюнов говорит, что не трогал Сибскану, но главный арбитр считает иначе. Да-да-да, попал в актем, попал в актем. Касательно. Да, вот не специально, возможно, но тем не менее это нарушение, да. Ой-ой-ой! Шаюнов! Ну как так можно-то, а? Шаюнов, вот же он, наш старый знакомый, который со скандальчиком покинул Амкал, но в матче он был корректен, играл достойно, сильно. Разрик мне заехал, конечно, в головешку. С локтем, но это было неумышленно. Никакого, естественно, зла я не держу и обиды тоже. Полез Фил, чувствует себе возможность обострять. А он же еще и левша, он как раз мог под левую ногу себе, да? Фил! Кенни, бей! Вы видите, как Фил уехал Амкухара? Да. Тот человек, который играл на Амкухар, тот ибать. В первом тайме он вообще доволен полностью. То есть, если бы во второй тайм вошел лучше, то и всей бы игрой был доволен. Но в первом тайме вообще, честно, ходил с хорошим настроением. 25 минут отыграл, в защите все четко, мне кажется. В передаче один раз ошибся. И даже, даже для меня это достижение удавалось вперед ходить в чужую штрафную. Два раза был около чужой штрафной. Один раз мне Барович классно кинул, спасибо им большое, и хорошо принял, открылся за двумя защитниками, головой вот так скинул. Но я потом по видео пересмотрел, надо было левой ногой прокидываться на ход и попытаться прострелить. Но для меня уже достижение, что я дошел до чужой штрафной, откликнулся на пас, выиграл минимальную борьбу. Короче, я доволен. Ты знал, как он играет левый. Ох, он просто сам еще не понимает, что его левая прекрасна. А вот Сеня Левшук решил отправиться в сольный проход, играет в стенку с Млечным. Удар, и кажется, что мяч вот-вот залетит в девятку, но нет. Ой-ой-ой, так близко, так неплохо. Была в левую ногу, он забил. Ой-ой-ой, ну вырвки. Ну и решил индивидуально, индивидуально войти. Ну красиво, это Спартаковская стенка получилась. Смотрите, как в динамике мы все это видим. И тут он вылетает еще в Толю Гасильный. А, атака Броков. Снова Бара против Буфара, да. Это очень интересный тандем, потому что каждый из них высказался, что хана моему оппоненту еще перед матчем. И было интересно наблюдать за все их вот этими вот столкновениями. Длинная передача от Сани Фифа. Просто посмотри, как зряча Сани Фифа дал на Бухар. Нет, Саня в порядке, у Сани вообще без ошибок. У него все передачи прошли, он по инстату вообще просто гений. Клен Прокоп, а чужого не называл. Охуеть! 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 Надо сейчас тут подбить побольше. На фоне команд Медиа Лиги, все будут думать то, что, да чё это, там Гал не участвует, вон их Броки обыграли, на спорте обыграли. И поэтому было очень сильное желание там доказать то, что ребятам из Медиа Лиги до нас все расти и расти. Тут прессинг, смотри, на Бару. Да, но Бара выходит победителем из этого прессинга, делает заброс на Фарзяра, и тот или это… Это Фарзяр, да. Это Фарзяр оказался на правом фланге, поменялись они с Ваней Млечным и получает локтем по затылку. Браком нужен гол! Эй! Браком нужен гол! Эй! Браком нужен гол! Эй! 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 Чуш, когда ты последний раз забивал? Пиздец, мочи 6 назад. Ваня, ты? Я не на МКС только защиту. А, я же сказал, попросите. Мы чужим крайне полузащитники, работающие на команду. Мы на команду работаем, конечно. И должны им, блять, отдавать газ и батушевые. Хорошо. А вот, кстати, череда замен происходит. Счет 0-0, 25-ая минута. И сразу много ребят появляется на поле. Мы видим Антона Чужого, мы видим Стаса Сычева, видим Кленов, Майки Маврина, видим Финита, видим Прокопа. И, конечно же, видим Майка и Витю Блатова на стреле. То есть, действительно, большая часть игроков на поле поменялась. Это, говорит, о большой скамейке Амкала. И вот, пожалуйста, Майк, передача на Блатова не доходит. Только кровь, только кровь, только кровь, только кровь, только кровь. Блин. Что появился? Горячий мизинец? Да, блять. Ощущение, что подопутно. Ты, как доктор зло, просто постоянно тут носил мизинец. Это занят. Клен, кстати, получил много игрового времени в этом матче. Потому что в прошлом он в своем телеграм-канале написал, что сыграл всего 9 минут. Чему он был не сильно рад. И почему он вышел под номером Маврина? Не знаю почему, но забавно, что они просто поменялись перед началом. Видимо, это какая-то интересная штука, за которую стоит посадить у ребят в телеграме. Смотри, как здорово разобрался чужой подача на дальний удар от Левшука. Ну что это? Ну как? Ну красиво же. Ну красотища. Один из самых активных игроков атаки становится защитником Кала Левшук. Блин. Это правшук. Это правшук. Должен был быть Левшук, чтобы гол. Если бы на Вите ушла передача, он бы мог головой побороться. Опять. Опять. Ну зачем падает-то, ёпта? Очень много моментов у него было в этом тайме. Ну и опять мы вспоминаем то, как сильно болельщики Амкала ругали его за матч на спорте. Говоря о том, что Левшук уже не тот и не показывает той игры, которую привыкли видеть от него. Хотя он входит в топ-4 лучших игроков по инстату за матч на спорте. Но тем не менее, не хватило именно в атаке. Прокоп. Уходит от Шуйного, который пытался уже даже нарушать. Но нет, отличная передача на Блатова! Как не случился гол? Ну забивай! Да как так-то? Тут стоит отметить всю атаку. Майк на Прокопа. Посмотри, как Прокоп разобрался и как он отдал. Это же на лук. Ну посмотри. Ну и Блатик, конечно, хотелось. Он спрабил, словно в своем мини-футболе. За КПРФ такое ощущение, как будто в голове уже видел забитый мяч. Ну что, у нас получается у двух наших топовых форвардов, в одному точнее моменту у каждого, и оба не реализовали свой шанс. Ну увидел я сразу же, когда вот уже именно там, наверное, за секунду до паса, потому что как только я увидел, я отдал. И я скажу, наверное, что я отдал слабо чуть-чуть, потому что ему там пришлось останавливаться немного. Но и он, ну, не попал, типа, понятно, что тоже к этому могут быть претензии, но и отдал хорошо. Хотел сказать, и ударил хорошо, но нет. Мы реально тупоры, и вот в этой игре мы это четко доказали. Прям, как такой момент в жизни? Да тут Стас Сычев просто не замечает своего соперника. Но он часто, когда куда-то идет, если оказаться под его ногами, то можно быть затоптанным. Поэтому всем аккуратно, если вы видите Стаса Сычева, обходите стороной. Ой, хороший момент у Броуков! Ну и вот Стас Сычев уже умудряется спасти свои ворота, потому что вот этот прострел мог закончиться опасным ударом. Ой-ой-ой! Сейчас, кстати, очень опасно было. Был бы там Давыдов. Сказал бы А-А-А-У и уже к нему. И уже в сальтухе полетели. Нога Стаса оказалась там, где нужно. Какая передача была на Давыдову. Вырезалась там несколько линий оборонителей. Пламкало, но мяч не дошел. Но, кстати, один из самых активных игроков у Броуков – Бухар. Они и Сергей Давыдов, как все ожидали. Отличная передача, кстати, у Шухана Прокопа. Прокоп тут не смог подстроиться под отскок. Вот так. Ой, хороший. Давай, Чужа! Прокоп! Чужа, Прокоп! Какой доминированный, блядь! Второй день вы в команде. Нереальная проблема, пиздец. Он же всегда голову поднимает. Майк, а, блядь, Вася, а, блядь, чушь. Мне кажется, неожиданно для всех, кроме Олега, произошло это забегание. Я думаю, сам Олег офигелся. Это я так убежал сюда? На Чужого. Ой, между, сказка! И вот здесь, отдавай, отдавай Чужой. Но он принимает решение еще раз что-нибудь сделать. И, как следствие, мы получаем достаточно опасную контратаку. Бухар, дальше передача в центр. Посмотри, как вываливаются, вываливаются игроки броу. Ну, а там как раз свободная зона. Из-за того, что Олег Дрожжук у нас был в атаке. Но Сеня Левшук возвращается не только в атаку. Убегает, но и возвращается в барону. Вот тот момент, когда, ну, хватит. Один раз уже, да, испачкал. Сделал красивый финт. И вот можно отдать. Но иногда с этим есть перебор. С этим перебор именно об этом мы много говорили в перерыве. После первого тайма. И я думаю, что эти кадры вы увидите. Ой, бля! Где здесь подошло? Ну, игра приятная, без грязи. Смотри, Сибы. Сделал одну красоту. Ну, зачем дольше дальше-то вот думать? Ну, играем, бля. Так и Броков. Навес идет. Штрафную. Тут Сергей Давыдов пропускал мяч, да. Обоставлял. Там Бухар оставался тогда совершенно один. Но мяч опять-таки не доходит внимательно. Он кал в обороне. Хотя моменты есть у Брокова. И Федя тут отыгрывается в касание Блатова. Говорит, беги, открывайся. Но, к сожалению, аут замечает весь миг. Бухар очень недовольный, что не дошла до него передача. Ее даже не пытались сделать. И, как следствие, контратака. Майк один в один против Толи Гасилина. Передача в центр на Клёна. Пяточкой хорошо отдавал на Чужого. Но не поняли друг друга, ребята. Но, действительно, подход был неплохой. Чужой говорит о том, что да, все круто, все круто. Понимал, но он был не готов, к сожалению, к этой передаче. От Маэстро, от нашего. Ой, бля, хорошо уже было. Чужой не ожидал, а так хорошо. Да нахуя ты так делаешь? Тренер, вот тренер у них подсказывает. Он, разве, имеет право подсказывать команде? Что за хрень? И атака Броуков, в контратаку убегает Бухар. Прокоп расстраивается, что не ожидал он такого мува от Бухара. Бухар вырезает передачку на Давыдова какую? Дражук его сопровождает. Тут Давыдов пока один, ждет подключения. И Бухар подключается, врывается в штрафную. И Стас играет в мяч, похоже. Арбитр говорит о том, что все чисто, но скамейка Броуков взрывается, просит пенальти. Давайте смотреть в заметном повторе. И мы видим, что мяч остановил мяч. Даже сам Димка Егоров после матча, рассмотрев крупняки, признал, что Стас Сычев играл все-таки в мяч. Блин, ну Давыдов, конечно, очень сильный. Блин! Выглядел опасно очень. Не-не-не, в мяч, в мяч! Горишь, горишь, Миш! Чеканил немножечко Сеня, не получилось у него. Он хотел вообще сделать, я думаю, длинную диагональ, но что-то пошло не так. На чистом мяче я поигрался немножечко. Ты что, Левшук? Не надо тебе это делать, блядь! Левшук чисто к лакеру пришел и там выпало на чекане 20 минут, блядь. Заброс Олега. Годяга мой хороший на Прокопа. Посмотри, что делает Прокоп. Так, класс! Финита! Стреляй! Бум! Выстрелим. Фин, давай! Я бы раздевал, чтобы голову один забить, но нормально было. Долгих три года я тренировал забегание по флангу, играя за Амкал. Чтобы дождаться прихода в команду такого замечательного парня, как Мишка Прокоп, который отдает передачу. Который награждает защитника, подключающегося по флангу. Обожаю Мишку и Майка также обожаю. Всех обожаю, кто мне отдает пасы под забегание. Поддавливаем, поддавливаем. Игра хорошая, приятная. Да. Не жестокая, приятная. Ну, типа, нет, с хорошей борьбой, но без именно грубости, без жестокости. Но жестко. Подача, да, совсем на дальнюю. Хорошо, хорошо. Очень классно сыграли. Использовал забегание Прокопа, чтобы убежать в свободную зону, но при этом подключил передачу и Финита. Наградил его опыт отключения. Кажется, что не хватает гола. Вот все остальное получается. Зрители на трибуне кайфуют. Кажется, не хватает голову Фидоса. Прокоп на передачку на Чужика, Чужика. Ой, в касании, вот эта диагональ, я когда увидел. Вау. И смотри, пяткой на Финита под движение от Майка. Фруктисы, фруктисы для друзей. Подача. На дальнюю хорошая подача. Очень хорошая, да. Финита реабилитировался своей подачей. Прошлую засрал, а эту прекрасно сделал. Так, Левшок, отыгрысся на Чужика. Сужой. Есть ощущение, да, что пошли большие разрывы в обороне Броуков и все больше и больше подходов к Чужим воротам у Амкала получается. Наконец-то я увидел в игре эту передачу Миши, потому что он так внешне вырезает на каждой тренировке. Да. Да, это правда. Прокоп действительно очень технично умеет отдавать вот эти пластеры. Я прям ждал, когда это в игре наконец-то пройдет. И вот, ну, и Майк, конечно же. Майк и подключение Финита. Все молодцы ребята, правда, в этой атаке. И подача хорошая. Вот, окажись просто в нужном месте Клен и Есения. И я думаю, что это было бы открытие счет. Ну, хорошую. Ой, хорошую. Блин, там бои были наши. Блин, это красиво было, ебанно. Вот сейчас. Финта смотрела. Он так, Финта дал, Майка дал, ебанно. 36-ая минута, 0-0 все еще. И Броуки длинной передачей. Гражук не дает выиграть Сергею Давыдову. Блатов просто сносит Шуенова. Прокопчик. Что придумает Прокоп на этот раз? Подключение идет от Майка. Майк, Майк, Магин совершенно, да, можно отдавать. Но Прокоп принимает решение самому бежать дальше в атаку против Гасилина. Бьются, бьются ребята. И заканчивается это тем, что Прокоп получает по ногам. Ну, и после этого, кстати, после первого тайма будет жесткий разговор у Майка с Прокопом. Потому что, правда, Майк вообще говорит, что Прокоп приходит на мой фланг. И еще и передачи не даешь. А эти, да, Броуки. Дима собрал нормально себе коллектив. Там мы на трибуне вообще. Очень атмосферно, на самом деле, у них получается. Прям как будто коммуна такая. Смотрите, новый вид. Это темно! Мне кажется, это довольно-таки серьезный соперничек Амкалу. Посмотрим, как он. У нас пока интересно двигается. Очень приятно смотреть. Хорошая подача и как чужой скинул на Олега. Ну, вот эта заготовочка, вот эта техничная заготовочка, при котором Прокоп подает на дальнюю. Здесь скидка и... Причем этот удар тоже тут заготовлен. То есть, Олег тренировал именно так высоко ударить. Потому что мы планировали забивать в рыбийные ворота. Ну! Олег! Олег! И это нападающий, блядь! Он защитник. Он вообще-то, блядь, защитник. Я с правой так не могу, а с левой, блядь, и потом так. Нет, ты знаешь, ждешь, когда это пройдет, да? Ну, понимаешь, когда-нибудь один из ста может быть Броукер. Я могу критануть один из ста. Слушай, ну смотри, второй этаж, я думал, что Давыдов будет часто выигрывать. Но тут Броуки наконец-то зацепились за мяч. Но не то чтобы второй этаж полностью забирают Броуки. Ой, ошибочка у Стаса. Ну смотри, как Финита бросается, бросается за этот мяч. И стоит отметить, что ребята действительно настроены биться. Несмотря на то, что с мячом играют где-то раскованно. Но как только мяч у Броуков, ребята прыгают и ложатся костями под каждый удар. Я одел в бутсы, если тебе интересно. Тёмич, держу в курсе, я в бутсах. Смотри, как чужой обкрасывает. И подключает Прокопа, и Прокоп разгоняется, ждёт подключение партнёров. И на дальнюю штангу пытался вырезать, но, к сожалению, заблокировали эту передачу. Ну, передача была зрячая, была она Виктора Блатова. Но, да, мяч, попадающий в защитника, который блокировал этот удар, не даёт добраться ему до Литюхи. Ой-ой-ой! Давай, давай, давай. Да? Чё-то не видно. Ой, хорошая. Или он так рассчитывал, чтобы глядеть? Когда у него не получается передача, это твой Прокоп. Давай, ебаный! Давай, ебаный! Ой, смотри, быстрая сразу контратака длинной передачи на Бухара и Давыдова. Там вот единственная такая линия нападения Бухара-Давыдов. Прямо показались кошмарить они оборону Амхала. Прокоп обхватывает, да. Обкрадывает, обкрадывает. И смотри, ну хорошо, защитничек вернул должок Прокопу, обыграв его в ответку. Сибскана бросается под... Ну, посмотри, ну правда, все играют достаточно технично и прикольно в атаке и в обороне дорабатывают до конца. Даже где-то с какими-то нарушениями, но всё равно стараются забрать мяч. Чувствуется вот в последние минуты такое давление, что как будто бы вот-вот должно что-то случиться, но это что-то не происходит. В целом, состав Броков, они готовятся к медийной лиге, и у них хороший боевой состав, много профессиональных людей, умеющих играть в футбол. Но пока, как мне кажется, не хватает какой-то командности, потому что у них тренер появился там неделю назад. Чего? Всё получается, надо было забить просто. Да, забить, блядь, то забить уже могли бы три нахуй. Добрая игра без голов, я бы так назвал. Ну, она... Слушай, мы в целом контролируем. Ты можешь забивать? Да, уже пока. А, всё, ладно. Всё, уже понятно. Показали, хайлайты есть. Ну, а вот Прокоп. Уходит под левую ногу, удар не получается. У Миши... Да, хорошо Блат увидел подключение Прокопа. Снова Прокоп подключается по правому флангу и уходил под левую. У него в целом обе ноги работящие, как у Фила Воронина. Всё совершенно верно. И можно и самому и отдать можно, и что-нибудь, ну... Это не то. Олег практически достал до мяча, буквально черканул его, и в итоге Антон Чужой на фланге борется. И смотри, какой прострел, который мог закончиться чем-то опасным, но в итоге кончается желтой карточкой Никите Финита. Они столкнулись вместе с Бухаром. Это похоже, кстати, на стык Бара с Серёгой. Ещё один, move, bitch, get out of the way. Ой-ёй-ёй! Уничтожил сейчас Бухара. Уже даже Финк ему приложился. Там чистое красное было. Он вот так поднимал, и вот так вот. Да? Здесь прямо внутри. Прокоп, передача в центр на Клёна. Антоха пытался-пытался сохранить этот мяч или отдать его дальше на Блатон, но в итоге мы получаем контратаку. И смотри, как Олег несётся за Давыдовым. Давыдов ждёт подключения своих игроков. Передерживает уже этот мяч. Олег находит лазейку, чтобы аккуратно подкатиться и не дать заработать штрафную или пенальти на этом моменте. Мы все знаем хорошо о том, что Сергей Давыдов умеет это делать. Он может правильно подставиться и заработать нужный фол для своей команды. 45-ая минута. Сергей Давыдов по флангу против Олега Драджука. Проходит штрафную. И Олег выбивает на угловой. Миша, пора подключаться! Миша! Поддача у главого. На дальнем штамме была передача. Тут Прокоп подстраивается под мяч. Но тут хорошая борьба от соперника. И всё равно так и заканчивается первый тайм. Да, звучит свисток. И он говорит о том, что несмотря на большое количество интересных хайлайтов, матча, не матча, а первый тайм заканчивается со счётом 0-0. Стой, 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 стой. Наши хорошие байки на флаке. Сейчас ой, я готовим сдачи. Я 1-1 отдаю по два. Ну, бля, ты лут водишь свой на плодец, а я упал. Я 1-1 отдаю по два. Вау, махня, это он пас. И чё, на мой фланг? Играй на фланг, расскажи мне этих церков. Ну, не было такого, что я дублировал майка. Я увидел то, что на фланге нет майка, я пошёл туда. Потому что это было в одной атаке и в двух. И потом он уже как будто сам ушёл в центр. Ни слова мне не сказал. То есть он мог мне сказать, иди в центр, всё, я сейчас буду тут. Я бы сказал, да, окей, пойду в центр. Увидел бы, что чужое смещается в центр, ушёл бы на левый фланг. А так он отбегал первый тайм, просто молчал целый тайм. И закончился первый тайм. Я говорю, блядь, можно забить момент хоть один? Типа, из-за того, что я отдал Вите. У нас были очень ещё много моментов. Когда я подал на дальнюю штангу со штрафного. И май говорит, блядь, да заканчивай. Типа, ты возишь очень много. Ты это, это. Я говорю, да ну ты. Я отдал в этом один на один передачи. Вы не забиваете. И вот из-за этого там началась словесная перепалка. И всё, там пошло взаимные крики какие-то. Но я не был настроен как-то агрессивно. Он просто сказал, скажи мне, чтобы я ушёл в центр. Я уйду на свою позицию. Ты вернёшься на свою. Во время игры мне скажи, я уйду. Я обожаю тех и типов. Налёте, защита, блядь, отдай класс. Как вы? Как вы? Хорошо же играли. Почему вы носки опять свалились? Нахуя? И встречают низко. Прессинга вообще нет. Куда мы летим? Куда мы торопимся? Вовремя, когда правильные вещи делаете и всё получается. Здорово отдал фор за пяткой. Момент супер. Газ пробей сразу. Попытайся. Попал, попал. Нет, нет. Моментик. Надо реализовывать. Нам не хватает только мяча. А в концовочке уже, когда вышли середина второго тайма. О, первого тайма. Начали немножко. Начали хорошо. Играли. А потом стали передерживать мяч. Понятно, что все хотят с плечом играть. Но давайте все тогда. Олег начал выдвигаться. Взял свою зону, бросил вперёд. Да, по ситуации есть момент, когда можно туда ворваться. Но не так часто. Не так часто. Ещё раз говорю. Тут надо сейчас успокоиться. Продолжать то же самое. Но ещё раз говорю. Не переигрывать. Не переигрывать. Значит, выходим как в первом тайме. Только вместо Олега Бара. Всё, повеселее стоём. Давай, давай, давай. Две ёбаные камеры, бля. У нас на диванке типы как дома, бля. Вы ебануки. Мне похуй на этот контент. Я ебал этот медиафутбол. Я не хочу ничего снимать. Только своё, бля. Заебали. Я кинул на залки на разом. Заранее. А где микрофон? Микрофон надимальный. На который второй? На Бухаре. А, на Бухаре? Да, да. Снимаешь нормально или что? Чтобы забрать, да? Да, просто, смотри. У Дани просто файлы с камерой. Но это бля не дело. Мне никто не спасил. А я Егор спасил. Я не знаю, кого у вас спрашивают. Я не знаю, типа, в чём прикол, бля. Ну, хотя бы посоветуй. Так вы сами разберитесь. Егору вопросы. Всё, базарь. Ничего страшного. Хуёлка. Два директора в команде. Нас, Герун, всё решает. Всё понятно, кому обращаться. Здесь непонятно. Первый раз за долгое время было, что мы играли не по полчаса, когда было три вратаря здоровые, готовые играть, а по 45 минут распределились так. Так, в общем, я уже говорил в ролике у Жеки в предыдущем, что мне в целом всё равно, как играть. И я готов по полчаса играть, выходя даже вторым, играя 15 минут в первом тайме, играя 15 во втором. Но, если пацанам так удобнее, если пацанам так больше нравится, то, пожалуйста, абсолютно спокойно, готов играть по тайму, пропуская там какую-то одну из трёх игр. В общем, никаких проблем. В второй тайме мы решили разыграть в дружественной ноте вместе с Сергеем Давыдовым. И посмотри, что первую передачу он отдаёт мне, пяточкой, и я возвращаю мяч Броуком. Было бы круче, если бы ты меня вернул. Ну да, было бы забавно, но я решил, что не стоит этого делать. Мы на поле, кстати, в Броуках во втором тайме видим Александра Пултова, видим Дьякова, который играл за врачей. Это тоже бывший профессиональный футболист. И, во всём, во втором тайме много более профессиональных ребят вышло у Броуков. И это показывает то, что второй тайм превращает много борьбы и много хорошего качественного футбола. Ну и учитывая, что вместо Моменко вышел наконец хороший вратарь, мы можем увидеть хорошие интересные сейвы, а не просто выносы от ворот. Блядь! Бля, слушайте, а сейчас начнётся, мне кажется, такое, то, что в первом тайме был лайк. Как сильно и много начали атаковать Броуки в начале второго тайма. Судя по всему, в развивалке они были супер заряжены, но, правда, с мячом не получилось разобраться у игрока Броуков. Смотри, оба народ! Смотри, об спину я разыграл. Ну ты даёшь! Ну ты, конечно… И в стеночку мы пытались с Бизексом сыграть, не получилось, но вот тоже один из креативных способов ввести мяч в игру с Млечным мы быстренько договорились. Добавляем, добавляем. Стараемся работать больше на зрителя. И сейчас Сипскана ищет подключение. О, Тутов его встречает. И Сипскана заигрывает с Тутовым. Смотрите, смотрите. Еще одна фирменная борьба, за которой интересно наблюдать. Мне кажется, вот прям явно Сибыч специально передерживает, чтобы подождать, что же сделает Тутов. И Тутов тоже такой же смелый час. Такие они хоп-хоп, а я вот такой, а вот такой. Ну, прекрасная встреча. Они любят друг друга в футбольном плане. Они такие настоящие соперники. И, что самое главное, оба бойца на футбольном поле. И, конечно же, каждый любит поиграть с мячом. С Тутов, да-да, который тоже делал нехорошие вещи с игроками Амкала в прошлых матчах. Но в этом-то он был просто душка. Я даже в одном моменте его провоцировал. Бегал около него с мячом, подставлял жопу, чтобы он меня сфалил грубо-грубо. Но нет, не поддался. Очень хладнокровно себя вел. Респект получается. Блин, ну С Тутовым лучше не водиться. Видим, как Дефар убегает от Фил Воронина. И Фил ничего не остается, кроме как воткнуться в колено. Какого-то второго такого, знаешь, по ногам. Вот это. Наша игра, но не забиваем. Много моментов. Реально много. Это расстраивает пока. А я вот и хотел сказать, что там что-то много там с шпакки был. Тут уже, мне кажется, это прям... Это форту для лигу, да, состоялся? Да, мне кажется, именно так. Это страфной без шансов. Мы все понимаем. И вот здесь очень опасный удар пошел Федю. Но отбивание перед собой могло закончиться опасным моментом. И благо Газ и Стас очень неплохо справились с этим мячом. Ой-ой-ой! Хорош Федя, как всегда, самый лучший. Федя делает желтый. Убегаем, убегаем в контратаку. Делает это Леша Гасимин. И за срыв атаки игрок команды Броуков получает желтую шапку. Желтенькую, хорошо, нормально. Ну, это вот так же, как Млечный остановил. Да, обычный, обычный срыв атаки. Ничего такого. Сибыч переводит на Фила Воронина. Бухар перехватывает. Очень много Бухара мы сегодня видим, наблюдаем. Он активный, активный, шустрый. Пара сразу же появляется возле Бухара. Отличная передача! Серега Давыдов как оставлял мяч тоже отлично. Стас Сычев срубает Сергея Давыдова. И зарабатывает опаснейший штрафной у наших ворот. И, собственно, получает еще желтую карточку за этот фоу. Ебать, что сейчас может быть! Желтенькая, да. Мы понимаем, что дело пахнет жареным. С такой точки сам Давыдов может пробить. Да и, в целом, исполнителей много у команды ФК Брокер. Хуёвиши стали. Сейчас 0-1 въёбываем. И потом, Витя, спасибо тебе за гол. Спасибо за забитый момент. Ты хуесос. Всё. Проверяйте. Прещёчка руководителя. Это было бы логично. И смотри, что случилось в этом эпизоде. В этом эпизоде случился гол ворота Амхала. Вот так. Абсолютно неожиданно для нашей команды. Ой-ю-ю. Ну, вы что еще? Надо так читать. Ну, блядь. Профессор. Ну, профессор. РПЛ, блядь. Блядь, ну сейчас бы Броуком проигрывать не надо. В смысле, что Броуком проигрывать у них состав? Да нет, всё, не в первом тайме. Давыдов, Яков, блядь. Игроки РПЛ. Понятное дело, в первом тайме надо было решать. Спасибо, видите, что не забил момент. Сейчас бы вели 1-0. Давай, 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 на голову, смотри! Давай, давай, давай! Видел, как Толя воротарик переживал и не смотрел на этот штрафной, и зажал вообще полностью себя и глаза, и уши. Но я потом с Фидосом говорил по этой ситуации, и, наверное, я не знаю, будет прямая речь от него. Он признаёт, что зря он поставил на ленточку ГАСа, из-за этого игроки Броуков смогли зайти за штрафную, за стенку, из-за этого не видел, не видел момент удара. Причём это случилось в последний момент. Ну, тут прям такая точка была опасная, пять человек, я поставил стенку, всё вроде было окей. Я, кстати, даже не заметил. Бил, оказывается, Виталий Дьяков. Я даже не заметил этого, потом только узнал. Что-то в последний момент я зачем-то передумал. Крикнул Гасилину. Говорю, Газ, встань на штангу. Сделал это рано. Газ встал на штангу. Они опустили игроков за стенку, чтобы игроки могли мне мешать. До этого они так сделать не могли, потому что был бы офсайт. И это, на самом деле, и помешало. Соперники играют по Лёхе. Осайты считают, что ему в ступоре происходит всё это быстро. Я что-то начинаю в последний момент двигаться к игроку за Давыдовым. Но я не успеваю. И, бля, через него бьют, получается. Он пропускает, забивает. Я охерел. Это реально было круто. Видосу тоже спасибо, что сделал шоу для провоков. Получилось реально красиво. Он сказал, что всё, давай вставай. И тут же свисток, удар. И мы даже не успели понять, что произошло. И как итог, конечно, не очень приятная ситуация. Мы действительно не были готовы к тому, что мы пропустим в игре, которая вроде бы под нашим контролем. И, конечно же, броки в этот момент были на плюс морали. Мы видели счастливые лица. Они понимали, что они обыгрывают там кау. Но мы понимаем, что... А как мы объясним зрителям, что мы просрали кучу моментов и мы проигрываем. Нам нельзя проигрывать. Но как что-то исправить сейчас непонятно. Потому что команда, забивающая гол, всегда играет на более позитивных настроениях. Блин, у них, конечно, составчик вообще по-другому играет. Сень Левшук врывается по левому флангу, спотыкается об мяч. И пока мы видим, что пропущенный гол немножечко психологически давит на игроков. Не получается даже в простых моментах просто пробежать с мячом. Хотя передача от Стаса была хорошая. Кстати, Рикьяно вышел на поле. Да. Рикьяно вышел вместо Сергея Давыдова. Получил капитанскую повязку. Можно наблюдать, как собирает Рикьяно. Ему дали достаточно много игрового времени. Сипскана поиграл, как будто бы он в панокоробке. Вот этот любимый его финт. А что, по факту, во втором тайме у нас моментов-то и не было пока что. Пока что все очень плохо. Фланги. Вы можете поменяться. Можете слева, можете справа. Где повыше? Держи как повыше. Да, да, да. Запрос на Сеню Левшука, который не сразу побежал открываться. А лишь на мячу сыграл. Просил Левшука на скидку, но Сеня принял решение самому втыкаться. Врезался в Тутова. И в итоге потеря на нашем белом фланге, к сожалению. Которая ведет за собой длинный вынос в сторону Рикьяно. Груди он скидывает. И в итоге мяч остается первому на подворье Левшука Сидану. Причем мяч от его груди мощной, накачанной, долетает до нападающего Амхала. То есть совершенно на другой линии хорошая могла быть передача. Субтитры. Быстрое ускорение было в FIFA. Ну какой маэстро? Убежал от Бары. Даже Сергей Давыдов не убегал от Бары. Принял мяч. Очень прикольно для этого эпизода. То есть Бар был уверен, что будет прием назад. А он принял мяч вперед. Что, собственно говоря, позволило так далеко продвинуться. Ой, 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 ой. Он слишком далеко отпустил от себя. А так бы мог, конечно. Это когда нашел бабу вчера в FIFA помнишь? Да это когда X3 ускорение в FIFA. Ну это мастер. Углобок. Еще один либо. Это очень опасно, потому что здесь именно игрок нашей команды выставлял. Рикьяно убил? Нет, по-моему, кто-то из наших. Блядь, как легко дают это все делать. Блядь, ну такие результаты мы можем и с Кефиром погасывать, и с Пандосом нападение. Видим много новых игроков в составе Броуков. Которые тоже вышли в том числе, чтобы поддерживать счет прежним. И устраивает этот счет, безусловно. Ну а у Амкала не клеится ничего. Пока что прям... Ну да, пока моментов даже есть шанс, что Броуки выйдут больше вперед. И оторвутся совершенно от Амкала, чем у Амкала. Хоть какой-то удар получится. Плюс Эрик Яну с мячом, подключение идет по левому флангу. Он видит это забегание, что сделает его волшебное. Левое вырезает какую передачу за спину Барри. И смотри... Здесь столкновение закончилось. С Федей недоволен. Очень сильно. Кинул мяч просто в игрока. Ну потому что уже после приема получил столкновение. На него напрыгнул нападающий. И лететь. Я лететь во фронтаре. Фипи 2002 за такую красную давали. Яков выносит. И снова передача на Эрик Яну. Эрик Яну против Бары. Кто теперь выиграет? И снова выигрывает Эрик Яну. Эрик Яну убегает от Бары. И нарушение. И это пенальти. И большое количество вопросов вызвал этот эпизод у команды Броуков. Надо смотреть, разбираться. Они очень просили пенальти. Но арбитр сказал о том, что, да, нарушение было. Но нарушавший это было за пределами штрафной. Бара сразу показывает, что нарушал он за пределами штрафной. И мы видим, что, ну да, нарушение действительно было до штрафной площади. Поэтому, ну, уже заваливался. Вот, пожалуйста, момент нарушения. Только что скрипшотом нам его показали. Бля, Бара специально Эрик Яну пропускает? Интересно. Пенальти где было миллиард процентов. Он, блядь, пизданулся. И как Колобок докатился до штрафной зоны. После чего райзем горячей жопой побежал на поле. Начал пенальти, международ. Штрафной удар, обычно заканчиваются они неприятно для Амкала, но не в этот раз. Потому что здесь пробивал товарищ Олега Дружука из первого таймера. Хорошая вот играешь на третьего, на лишнего или не на лишнего. Майк, Рабоночка. Подача на Гасилина. И момент. Ребята, а как же подает Рабоный Майк? А, ну, действительно. Еще второй раз попробует Рабону? Я думаю, что обыграл. И красиво пяточкой на силу. И на замахе. Хопа. И еще на замахе. Хопа. Как же, как же сажать. Ну, напрашивается, напрашивается удар фантастической атакой и по красоте, и по задумке. Ой-ой-ой. Ну, блядь, ну забей. Ирикьяна выносит мяч. Давайте, нужен этот гол. Сейчас давай передачу. Как на МКС, дохуярь уже его, блядь. Очень красиво. Гас чуть-чуть не добрался головой до мяча. А, между прочим, Гасилин, прежде чем выйти на поле, говорил Иванычу о том, что нужен шанс ему. Он обязательно забьет во втором тайме. Именно поэтому он начал в основе во втором тайме. Ну, и здесь Сеня с Майком, конечно, блестяще разбираются на замахах. Ну, вот до 70-й минуты во втором тайме у МКЛ мало что получалось. Но там потом будет небольшой перерывчик. И я успел вот с Майком постоять на бровке, поговорить. И сказал, что, мне кажется, вот именно Рабона Майка... Завела. Она завела трибуны. И как будто бы это дало какие-то силы. Мне кажется, Левшук бы сейчас так не уверенно не смог усадить на жопу двух защитников. Олег Дрожук находит передачу. Смотри, как вываливается практически один чужой. Чужие! Передача! Но передача пошла не так точно, как хотел бы Газ, который... А какая передача от Прокопа? Ну какой же, блин, у Прокопа и прическа, и реснички какие у него прекрасные. Давай, 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 Чуж! Бля, ну как? Опять вы не готовы! Миш, давай, Миша! Витя, давай, Газ и меняй. Газ, смотри, выигрывает. Так случилось, Леха, Леха. Лежит один на пятерых, убегает от Дьякова и не достает до мяча, но бьется до последнего. Видно, что желание, желание начало подкрепляться конкретными действиями. Давай, Гатник! Всем хейтерам назло, закрой все в рот! Чужик. Передача на дальнюю штангу, на Блатова. Блатова, все верно. Что сделает Блатов? Ждали, что он будет делать какую-то передачу, да, или удар. Майк. Проталкивает мяч на Прокопа. Прокоп и бей! Гол! Да! Бл***! Гол! Умничка, умничка. Так их, так их! Еще можно играть 1-1! Я в руке! 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 Он забил слева и удар просто ну пушка! Ну пушечный! Ну как же, как важен был этот гол для Прокопа и как важен был этот гол для Амкала сейчас, когда не клеилось в начале второго тайма и мы пропустили и показывает, показывает Прокоп, что готов быть лидером Амкала и в нужный момент забивать решающие голы. 1-1, тем временем это подсказывает уже Вася Маврин, который все-таки вышел сюда на поле. Как же приятно видеть Прокопа обнимающегося со всеми игроками Амкала, в том числе с Сивычем, с Маврином и так далее. Я вышел в этих штрафную и вижу, что майк мне сейчас отдаст. И я там за секунду успел принять грузию, успел себе прокинуть левой ногой и просто сразу же ударил, потому что сил обыгрывать как-то принимать у меня не было. И в итоге так вышло даже лучше. Есть ощущение, как будто ты целый день терпел, наконец добежал до дома, просто в общественном туалете не хотелось и вот ты освободился. У меня прямо сейчас такое ощущение. Прям блюдо. Райзер, что молчит, эй! Райзер, что молчит, эй! Райзер, что молчит, эй! Райзер, что молчит, эй! Майк снова бежит по флангу. Смотри, майк уже все, пристрастился к левому флангу. Не получалось сегодня на правом фланге в первом тайме, но во втором, передача на Клена. Клен! И Клен попадает в игрока-защитника. Непонятно пока что, была ли рука или нет, но Клен сильно сигнализировал арбитрам о том, что все-таки мяч в локоть попал. Давайте смотреть повтор. Ну! Рука! Рука! А ну, бля! Смотри, вот он, повтор. Мы видим, что идет локтем. Ой, ну рука была. И в целом, учитывая, что мяч направлялся в сторону ворот, можно сказать, что действительно за такой эпизод можно было назначить пенальти. И... Ты видишь, как Клен орет? Он взял вот так вот штанину и так вот... И просто сразу за яйца схватился. Не, ну отсюда показалось, что рука была в таком положении не попала. Достается Антону Чужому, да. И важно отметить, что после этого фола чушь не завелся. Мы обращали внимание на то, что нужно следить за такими эпизодами, и когда даже больно, сейчас надо было приходить в себя. Но! Мы видим удаление. Удаление за вторую желтую карточку. И было непонятно сначала, что произошло. Алло, бля! Ой! Удаление? Удаление? Кого удалили? Вот их, другая. В общем, праздник, пожалуйста. У них удаление. Почему ты не в той майке? Все, они же... Нет, это брат, товарищ. Ты что поплыл? Убирай красный. Все, играем, окей. Тёма, Тёма. Иди к Герману реши вопрос. Братан, ну серьёзно. Герман, поговори. Базары? Нет. Меня не больно. Предупредай просто. Я с капитаном. Блин, видишь, что... Я даже не помню... Бля, ребят, ну на него предупреди, что человек поменялся под этой номером. Бля, когда он подбегает, нахуй, к Райзу, но в лицо, вот с этим, с таким же бешеным ебалом, бля, и вот так ему... Он ждёт, что мы попиздимся друг с другом, бля. Вы этого хотите, бля? Я не знаю. Ты чё, пиздиться хочешь? Бля, иди нахуй, ты ёёбок, бля. Ты чё, долбоёбди? Пошёл в физду, бля. Бля, была бы у меня команда вот эта вот, которая, знаешь, на серьёзке? Если он это на серьёзке, это полно. Бля, бля. А чё он справился? Ты чё, я вообще ёбнулся? Стрекать ходить, бля. Да? Ты сам сюда подошёл, бля. Я подошёл нормально с людьми поговорить. А я тебя тоже спросил нормально. Хуило, бля. Дим, так ты на серьёзке, что ли? В смысле, бля? Так это он, бля, подходит посерьёзно. Я стою, бля, на своей точке. Он стоит просто на своей точке. Он тебе ничего не говорил, Дим, что он стоял. Ты хочешь, он спросил, ты чё, подраться хочешь, бля? Так ты сам этот вопрос задал. Я задаю вопрос, чувак, я тебя повторно задал. Бля, нахуй ты мне это задаёшь, бля. Мне даже интересно. Бля, Тимон, у меня так жопа горит, Дим. Бля, кто горит, нахуй? Зачем? Красная проката. У него карточка за майку, бля, первый по третьим номерам получил. И переодел форму. А просто футболку он переодел. Все футболки переодевают, у вас тоже. Чё это за хуйня? Макея, ты иниста блюж 없고 Ты психол. Не ставcommunity. Давай, давай. Japanese Yuki. 형 Всё, мы уже всё разобрали, сейчас я его верну. Зачем Павлину, блядь, показывает Павлину? Не так, не так. Он что хочет подраться, блядь? Да, а я тебе ответ сказал, вы хотите подраться, и всё. Блядь, это натуральный вопрос, конечно, я не хочу подраться. Зачем ты подогреваешься? А чё за реакция у тебя была? Ну, естественно. Ты поставишься в ролике. Да нихуя она неестественная. Если я, блядь, был неправ, я перед тобой извиняюсь, что ты так считаешь. Ну, а ты, блядь, подстрекатель всё равно. Он даже всерьёз не воспринял это, типа, что ты так подбегаешь. Ну, конечно, он думает, что ты, типа, на камеру играешь. Блядь, дурень, блядь, такой дурень. Так я, блядь, так я пришёл, наоборот, с добрыми намерениями, и говорил, нахуя бы себя хуёво ведём, блядь? Вот так вот. Вы хотите, блядь, чтобы не подрались, блядь? Нет, не так. Я пришёл с добрыми намерениями. Просто ты туда подошёл, начал кричать. Зачем, вот до этого. Нет, ты понимаешь, почему я подошёл? Да, но никто не понял, чё вообще за ситуация. Потом все поняли и сказали, пусть играет. А ты вот это, всё, похуй, блядь, похуй, уходим, блядь. А я не понимаю, а, блядь, опять кто спровоцировал? Я не знаю. А ты знаешь, с чего началось? Да, да, да. Эпизод заканчивается удалением, и к нам просят, подходит Егоров и говорит, какого фига, давайте отменяем удаление, пускай играем 11 на 11. Естественно, мы уже помним неудачные опыты вот этих вот удалений, когда позволяем продолжить играть одиннадцатьером, и это дело заканчивается просто в экраналии на поле. Все начинают рубить, потому что чувствуют, что удаления не существует теперь, и теперь можно просто лететь с двух слов. Естественно, мы первый ответ даём – нет, нельзя. Но потом, дальше выясняется, что Дима Егоров подходил отменить удаление не из-за того, что просто удаление, а из-за того, что у них не хватает футболок. Этот игрок получил красную, ну, он получил вторую жёлтую под своим номером, а под этим же номером в первом тайме играл другой футболист. Соответственно, это как бы две жёлтые карточки разным людям, но одной футболки были показаны, поэтому по итогу мы поняли, что всё-таки нужно отменить действительно эту красную и позволить игроку продолжать играть. По итогу удалена футболка. Удалена футболка, естественно, с этого матча, вот. Но они сразу разобрались, правда, было много споров на эту тему. Чужик… Фот какой, фот какой. А ты говоришь, не завёлся. Смотри, как завёлся человек. Срубили на нём, он всё, сейчас… Играется, играется. Наконец-то удалили не меня. Ура! Смотри, волна какая-то. Червяк. Попытался он в стиле Прокопа отпраздновать, и Прокоп показывает настоящую волну и то, как она должна будет выглядеть. Видно-видно, что ребята поймали общий вайп и решили, что этот штрафной мы будем разыгрывать приветом для Алании, который постоянно разыгрывает угловые хороводом, и здесь точно так же заканчивается удар ножницами от Чужого. Причём, чтобы передача была больше, навес ножницами. Да. Просто посмотри на этот эпизод. Давай мы посмотрим его с камера в щека. Сибскана, подача. И вот посмотри, как вывалился Чужой. Ну, это всё-таки удар, я думаю, всё-таки был. Не, он на голову Блад вывешал явно. Так, Блад ставит корпус. Отбирают вроде мяч, но нет. Майк отыгрывается с Чужиком. Чужик убирает Ту-2 на вес, на Клёнчика. Мяч не доходит. Ну, хорошо, хорошо увидел, но не получилось поднять мяч через защитника, но всё же с мячом продолжает быть Амкао. Вот, игрок с Клёном. Будет подача в штрафную, которая закончится подбором игроков-броков или нет. Столкновение. Чужой падает, но игру можно продолжить, нарушения не было. Идёт навал, идёт навал от Амкала. Амкал более заряжен, больше у них осталось сил. В общем, больше атак мы наблюдаем от Амкала. Впереди ещё 10 минут и контратака у Броков. Получается, смотри-ка, 3 в 3 выбегают. Макеев с мячом. Даёт передачу на правый фланг. И удар заканчивается взятием ворот Фидоса. Разбегает мне украла «Фидоса», Ильяоааа! Да! Иди туда! Эй! 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 Давай, давай, давай! Иди, давай! Давай, 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 давай! Обидный гол! когда у тебя начинает получаться игра, ты чувствуешь, что ты дожимаешь соперника и одна вот контратака заканчивается взятием ворот. И в этот момент, конечно, глаза игроков Амкала стали потухать. Мы поняли, что непонятно, что делать дальше. Мы вроде бы делаем все правильно. Мы видим, как Райзен празднует гол команды Броков перед скамейкой Амкала. Если честно, на тот момент вообще в голове не укладывалось то, что мы можем проиграть этот матч. И столько всего там наворачивалось, как оправдываться перед болельщиками, что им сказать. И вряд ли бы были оправдания, потому что это, как минимум, очередной матч, который бы мы проиграли. И, скорее всего, мы бы от него не отмылись бы, потому что Райзен с Егоровым бы так это все подстроили, смонтировали, перевернули, предоставили, что было бы, блин, просто максимально обидно. Удар был очень хороший. И в процессе удара мне показалось, что мяч летит, если честно, даже мимо. Но, ну, в любом случае, я понимал, что, наверное, до него не достану. Не успел среагировать, не успел прыгнуть за ним. Мог выручить, наверное, если бы только начал бы заранее гадать и пошел бы в дальний угол. Но это было бы неправильно, потому что, по идее, гадать, человек проведет ближний. И тут гол точно на моей совести. Человек провел в дальний, не прав, что не прыгнул. Надо было в любом случае прыгнуть, но точно бы его не достану. В этот момент нам ничего не осталось, кроме как за 9 минут до финального свистка пойти вабанк на поле. Пока я вам это рассказываю, здесь чуть в свои ворота не закинули. Ребята, после длинной передачи Прокопа на Витю Блатова в свои ворота срезал защитник. Ну, блядь! Блядь! Ты видел? В этот момент Газ, который был на скамейке, сказал о том, что Иваныч, вот сейчас точно, вот я нужен. Я нужен на поле, несмотря на весь хейт, который свалился после, то, что он не забил в первом тайме. Я сейчас должен быть на поле. Видим, как ребята стараются быстро разыграть угловой, чужой уже в штрафной площади, разворачивается, прострел не удается. У него, но все равно он подкатом как-то пытается добиться того, чтобы мяч все-таки был у нашей команды. Вася Маврин выберет второй этаж. Вася Маврин, между прочим, на одной ноге все-таки оказался на поле. Олег Дрожук, вот мы видим его сейчас. Не знаю, я такой разный спектр эмоций испытываю. Я даже не знаю, что сказать. Наверное, потом в студии скажу что-то, когда пересмотрим. Типа, я в целом, ну, игра больная, комфортная. Тут вот сатана прикольная. Мы помирились. Вот как психика человека работает, да? С одной стороны, вы понимаете прекрасно, что здесь играют друзья, но в какой-то момент нерв игры становится таким, что типа люди, которые только что обижались, блядь, они вот с такими нахуй бешеными зеньками идут, блядь, и спорят нахуй. Он мне чуть не попиздил, блядь. Да ты, блядь. Таки, видишь, правый фланг очень свободен, и если вот позволить отдать мяще, что не давал сделать Маврину уже там даже ценой разбора. Вася очень негодовал, что рвут майку Клёна, потому что он именно в майке Клёна вышел на поле. Да, ну если бы его майка была, он бы, конечно, за нее так не будет. Ну, естественно, естественно, тут потому что это очень цена майка Маэстро Кленова. Ну и в целом не страшно, если желтую карточку покажут, покажут на номер Клёна. Естественно, потом можно поменяться, и все. Не, ну здесь точно было нарушение. Не, ну здесь чисто желтая должна быть. Чувак просто взял у него фундолку и оттянул. Типа, мне на сколько. Я не понял, зачем меня сейчас гудну, типа, зачем меня поменяли? В плане того, что, типа, ну Сиб явно чуть подустал, и помедленнее меня, и сейчас из этой зоны, считаю, мы пропустили второй. Вася опять начинает другаться со всеми, убирать. Маврин зарабатывает штрафной. Ну, видимо, Давыдова уже разговариваешь по телефону, видимо, заказывающего такси, потому что... Ну, дело в шляпе. Все, он уже готовит. Счет 2-1, можно готовить. Сюрприз, сюрприз, ублюдки! Король вернуть! Ну, бой! Доброе свидание! Хорош! Здесь должна стоять музыка. Сюрприз, сюрприз, ублюдки. Король вернулся. Вот он, Мишка Прокоп, который любит сначала попраздновать один. Он всегда любит посмотреть на небо, покайфовать. Прокоп становится соучастником этого красивейшего гола. Идеальной подачи на голову. Васька Маври тоже заработал это штрафное. И можно сказать о том, что командно, командно забили. Ну, а Леха в чужой штрафной, головой. Ну, это максимально по-футболю. Он показывает, что он не слышит хейт. И несмотря на прошлый неудачный матч, он готов доказывать, что он номер один здесь нападающий. Собежал сразу к Иванычу. Он милый был. Ну, кричал, где тренер, где тренер. Доказывать пришлось забивать. И с точки зрения психологии, на меня очень сильно добило то, что я не забил предыдущий момент, который я говорил один на один. И вот этот гол, это просто единственное лекарство, которое могло бы меня вернуть обратно в Торуруссо. 88-ая минута. Амкал сравнивает. Но мы продолжаем играть в три защитника. Потому что ничья нас не устраивает. Вася дает на Леху. Леха сразу на Блатика. Блат! Блат, что ты сделаешь? Словно в химках, он убирает под правую. Удар в артаряк. Как же здесь не забивает. Еще и клен добивал. Ну! Давай, Василий! Давай! Давай! Ну! Ну, блядь, забивай! Да, блядь! Чтобы куда-то выбраться наверх, видимо, нужно начать с самого дна. Мы опустились на самое дно, блядь. Там, где вот Марианская впадина. Вот мы прям туда опустились, и мы оттуда. Такие, вау! И, блядь, нам наверх сколько много. Конечно, ну, специально его хвалить и улучшать его репутацию. Но он просто своей игрой показывает всем. И никто, мне кажется, не может поспорить, что Миша Прокоп один из самых ярких игроков. И, пожалуйста, Рабонный! Рабонночка! Отыгрывается в стенку, получается, с Майком. И Майк. И снова Рабона! И! Блядь! Это Майк. Руки на стол, блядь! Победа, похуй, блядь! Немалыши. 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 Блядь, ноги сводит. Дудроу! Тудроуу! на 90 минуте on call забивает фантастически красивый голос двумя работами в одной атаке просто посмотри работа прокопа на ход майку тут со 100 грошим от защитника и еще работой передача гасилин срезает мяч дальше и просто в девятку фигеть этот гол мы просто обязаны увидеть на 433 еще и праздновать еще и празднование из у этой как она называется тифа вольта и которые играли этим вечером чужой с клёном но я не знаю я не знаю что может быть более красивее мне кажется что это номинант на самый красивый гол за всю историю амкала вообще мне кажется что этот гол должен стать наравне легендарным с голом ставра который кстати чужой там поучаствовал так что ну это просто конечно шедевр на который хочется смотреть и мне кажется что этим самым голом амкал возвращает себе статус главный шоу команды и вообще в медиафутболе но это величие слушайте хочется всех отметить и чужик ну как он вообще подстроился как он плотно ударил и опять-таки прекрасная рабона от майка вторую рабону подряд он выдает невероятную первая рабона просто вернула команду в игру а вторая рабона стала голевой убийственной вообще парк за обнимающей фракопа а я какой молодец что собрал этих чуваков ты вообще что-то сделал невероятное еще и федя молодец что два мяча пропустил чтобы было интрига в матче все совершенно верно все уже добавочное время пошло но мы продолжаем играть в три защитника ничего страшного стас там стас олег дорожил ксипска на клеон вернулся к правой защитнику да уже но мы уже честно начали садиться немножечко чтобы сохранить все таки игру ну и вот пожалуйста штрафной который тоже может стать очень опасным нашего рота нарушали правила подача в спину прокопа попадает мяч и это говорит о том что еще смотри но здесь справляется гасилин который вернулся кска она дорабатывает чужой штрафной отработал он включил да 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 смотрел смотрел передача передачи на дальнюю федька красиво да закрыл вот этот вопрос с предыдущими учи голландия сайса и сибач сибач глаза как смотрит мяч в центре поля чужой чужой срывая атаку извиняется перед яковым зарабатывает желтую карточку здесь действительно по делу вопросов нет но это был техничный срыв атаки ой-ой-ой-ой блядь две работа за атаку две работа и ножницами в девять пиздец еще одна длинная передача майк принимает мяч в стенку с гасилиным и можно убегать дальше но здесь уже технично ребята все финальный свисток там кстати да действительно прокоп выбегал один на один что за мать а что за мать я не успел не дали шанс болельщики спасибо вы не думаете у меня вот здесь вот мотор близко как приятно играть с командами медийными на самом деле всегда приятно когда ты выигрываешь игры вытаскиваешь как сегодня как будто не знаю сделал большое дело куда-то отлично отлично и очень много индивидуально кого хочется выделить и даже у броуков отлично выглядел бухар весь первый это реки она в реке она во втором тайме для выдав в этот раз не так сильно отличался потому что его прям было на тут просто помешало то что он прошлые матчи очень возможно возможно и это самым видимо давал возможность другим игрокам броков открываться я очень надеюсь что вам этот матч зашел и по эмоциям и потому что команды показывали на поле мы говорим огромное большое огромное большое спасибо броуком за этот матч желаем им удачи в лиге вот будем следить за команды я буду за ромарой модель хорошо это была фантастическая интрига это местами был жестко но не грубо и слушай это было очень эпично с другой стороны если посмотреть на бровку то бровка бровки бровка прям бровка получается там как раз тот контент который может вызывать эмоции у другой стороны аудитории то есть получается но если вы перейдете на канал бров бойся мне кажется они покажут этот матч как раз со стороны конфликтов больше вот поэтому решать вам какой футбольный youtube вам больше нравится и понимать что сейчас в тренде поэтому чистый футбол позитивно пытается выжить ему тяжело если вы считаете что он кал на правильном пути то что мы слышим то о чем вы пишете работ карабона на правильном пути если вам кажется что мы хотя бы мерч вы сделали давай карабона с майком такой крапиву из прокопа про нужно прокопа мы будем фоткать в этой и без мерча во первых огромное спасибо за эту игру молодцы я хочу сказать вот сейчас туда три слова вот и я в рот вы меня пожалеете у меня сумме 47 лет блять у меня сердце сердце блять одно ну так блять молодцы конечно к это кайф вот такие победы кафе я увидел команду особенно после первого мяча и после второго мяча когда нам забили я видел ту команду которая была на мкс и выигрываем к с вот так надо выходить ребята это не один сова это 32 сова